Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками ГИБДД мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня мой собеседник Игорь Николаевич Новожилов, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Игорь, добрый день! Здравствуйте! Мы будем говорить о приходе зимы, Игорь, дождались, приходят холода, и поговорим, как же готовы дороги региона, как готовы водители региона к зимним условиям. Давайте начнем с того, как изменился наш город, вот областная столица, в плане безопасности дорожного движения за последние годы. Имеется в виду с момента реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Да, в 2021 году на территории города продолжается реализовываться национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомню, что плановыми показателями проекта в 2021 году на территории областного центра у нас является увеличение доли автомобильных дорог местного значения, в соответствующих нормативному состоянию, то есть приведенных ко всем нормам, до 69%. Это показатель, установленный указом президента Российской Федерации. К 2024 году показатель должен составить 85%. То есть в этом году мы провели дороги до 69%, к 2024 году он должен составить 85%. 2024 год – это окончание национального проекта? Это окончание национального проекта, который указом президента был установлен в мае 2018 года. На территории городской агломерации нашего города, областного центра, закончены работы на 70 объектах улиц общей протяженностью более 60 километров. То есть ежегодно более 60 километров у нас и предыдущий год заканчивалось ремонтом. Я напомню, что в рамках реализации этого национального проекта одной из главных цель является снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в три с половиной раза по сравнению с 2017 годом, то есть базовым 2017 годом, от которого отталкивается у нас национальный проект. Когда начался национальный проект? Вот 17-й год, 2024-й. Вот это время, когда мы смотрим и анализируем? Да, ситуацию на дорогах. И вот этот базовый, в три с половиной раза мы должны к 2024 году снизиться до уровня не превышающего 4-х человек на 100 тысяч населения. То есть 4 человека на 100 тысяч, не больше мы должны допустить. В результате совместной работы, проделанной госавтоинспекцией с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти, по предварительным итогам 10 месяцев, 10 месяцев мы только-только закрыли, число погибших на дорогах региона сократилось на 5% к уровню 2020 года. 155 человек у нас погибло. И на 17% к уровню базового 2017 года, о котором мы говорим. То есть у нас есть определенная положительная тенденция к снижению аварийности. Однако, несмотря на снижение количества погибших, их прогнозные значения на территории области не выполнены. То есть существует прогноз, по которому мы идем, и который нам установлен указами президента. То есть 14 человек мы по итогам 10 месяцев превышаем. То же самое превышено значение на территории города Твери по показателю смертности. Игорь, в чем дело? Это вмешивается так называемый пресловутый человеческий фактор? Что ведь? Как? Вроде бы предусмотрены новые дороги. А светофоры, о которых мы еще поговорим, да? По каким причинам гибнут люди? В основном это из-за нарушения правил дорожного движения, невнимательности на дороге, отвлечения от внимательности, управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или иного какого-то опьянения. Поэтому управление транспортным средством, не имеющим права управления, несовершеннолетними, мы фиксировано по итогам 10 месяцев, 19 человек у нас погибших в городе Твери, что практически на 20% больше в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. То есть мы здесь уже не выполняем прогнозные сценарии. Поэтому такая вот у нас, пока складывается такая ситуация. Но здесь большая работа, конечно, о продолжении профилактической деятельности, да, сотрудниками ГИБДД. Ну как еще объяснить? Безусловно. Ну как еще объяснять людям, да, которым вот сколько уже контроль трезвости идет, да сколько лет он идет? Сколько лет? И все равно продолжают садиться пьяными за рулем. Вот вы сказали очередное. Из-за того, что находился в состоянии опьянения. Как еще человеку говорить, что этого делать нельзя, что это убийство? Наверное, надо все-таки ужесточать административную ответственность, уголовную ответственность в случае дорожно-транспортных происшествий. И чтобы кардинально все-таки уже изменить ситуацию, та, которая происходит на дорогах региона. Мы сейчас, возвращаясь к безопасности дорожного движения, в том числе наверняка среди этих погибших есть и пешеходы, да, когда мы говорим, опять предупреждаем, что, ребята, будьте осторожны, вы подъезжайте к зоне пешеходного перехода. Установлены специальные световые сигналы, да, уже все сделаны какие-то лежачие полицейские. И все равно новые светофорные объекты. Как они сейчас работают и в чем их преимущество? Новые светофорные объекты действительно устанавливаются у нас в целях предупреждения аварийности с участием пешеходов. В текущем году ряд был установлен также новых светофорных объектов. Как правило, они были установлены на многополосных участках дорог. Для того, чтобы пешеходный переход на многополосном участке дорог был более безопасным. То есть пешеход, подходя к пешеходному переходу, нажал кнопку, вызывную кнопку, ему загорелся зеленый сигнал, и он свободно мог перейти. Потому что на этих улиц, уличной дорожной сети, на данной, где много полос, у нас переход через дорогу небезопасен. Для этого специально ГОСТом, стандартами в области безопасности дорожного движения, предусмотрен такой вид технического средства, как установка светофорного объекта на пешеходном переходе. Кратко я вот скажу про новые светофоры, где они ставятся, и все-таки для чего они делаются. У нас по итогам года, как правило, проводится анализ всех дорожно-транспортных происшествий на предмет наличия мест концентрации ДТП, либо аварийно-опасного участка. По итогам 2000, из техшего года 2020, в городе, в областном центре, у нас было выявлено 30 таких мест. Как правило, их много было именно на пешеходных переходах, о которых мы сейчас и разговариваем. В целях предупреждения такой аварийности, снижения тяжести, последствий на них, администрации города совместно с госавтоинспекцией принимались решения по установке данных светофоров. Например, я просто скажу, там ряд светофоров на Дарвина, 10 в районе расположения МЧС у нас. Там был очаг аварийности у нас на нерегулируемом пешеходном переходе по итогам 2020 года. Вызывной светофор у нас установлен на улице Маршал-Коня в районе доме, 10. Московское шоссе, кто знает, представляет в районе магазина «Универсал», там у нас в 2020 году не было очага аварийности, но предыдущие годы он был, и учитывая интенсивное движение пешеходов, также было принято решение установить там светофорный объект. Но не только деятельность была направлена на установку пешеходных светофорных объектов, также были установлены транспортные светофорные объекты для регулирования движения как транспорта, ну и в том числе пешеходов, где у нас на перекрестках, как правило, нерегулируемых, происходили достаточно часто аварии. Это, допустим, Благоева-Шмитта у нас и Шмитта-Мусорска. В этом году установлены светофорные объекты, потому что как-то спрофилактировать аварийность на данных перекрестках у нас не представилось возможным. На протяжении многих лет мы там меняли знаки, устанавливали вместо запрещающей знаки, другие ставили, знаки приоритета меняли. Имеется в виду с 2,4 знака, на 2,5. Но, тем не менее, ситуация коренным образом не изменилась, и вот путем установки светофорного объекта все-таки удалось стабилизировать эту ситуацию. Ну вообще вот так вот, Игорь, установка светофоров, она действительно влияет на безопасность дорожного движения? То есть кардинально меняет ситуацию? Кардинально меняет ситуацию с аварийностью, когда переводят из нерегулируемого перекрестка в регулируемый. И уже водители, как правило, первоначально есть режим привыкания, привыкают к нему, и уже ситуация с аварийностью действительно коренным образом меняется. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня» в студии Ирины Чекунова. Напоминаю, что сегодня мой собеседник Игорь Новожилов, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Игорь, скажите, пожалуйста, как меняются дороги с приходом холодов? Я знаю, что вот все заметили, что ноябрь у нас начался сильным туманом, и уже многие водители терялись. Что делать, как быть, ничего не видно. Что будет дальше? К чему нужно быть готовым автомобилистам? Сегодня действительно на улицах вот особый туман, прям непрогнозируемый, когда видимость у нас очень минимальна. Даже вот сам добирался до места службы, действительно светофоров вообще не видно. И знаешь уже, что здесь светофорный объект установлен, поэтому притормаживаешь уже и ориентируешься на сигнал светофора, что действительно режим движения меняется. И что хотелось бы сказать, что при сложных погодных условиях участникам дорожного движения нужно быть особенно внимательными и осторожными. Причинами дорожно-транспортных происшествий в межсезонье, которые вот сейчас у нас наблюдаются, это не только туман, а и образование гололеда на проезжей части, с учитывая перепады температур. Это основное, на что надо обратиться. Причинам ДТП это несоблюдение дистанции и бокового интермала между транспортными средствами. Выбор скорости. Соответственно, при таких условиях, с приходом холодов и изменением принципа вождения, скорость должна быть снижена у участников дорожного движения. С учетом метеорологических условий, немногие водители успевают, к сожалению, перестроиться на более безопасный режим вождения. Знаю, что вот сегодня водители, те, которые даже движутся по загородным трассам, по скоростной трассе М-11, въезжая в город, они никак не могут перестроиться в тот же режим движения на снижение скорости. У них как бы это становится привычным образом вождения, движение со скоростью. Хотя уже двигаются в населенном пункте. Вы, кстати, Игорь, я дополню всем памятную недавнюю аварию в Зубцовском районе, когда девушка, имея опыт вождения всего два месяца, она зачем-то выезжает, пошла на обгон, а шел дождь. Ведь это же тоже нужно учитывать. И зачем у тебя нет опыта вождения, тем более молодым водителям, да, сегодня мы обращаемся, когда ты еще не все понимаешь на дороге и в машине. Действительно, вот вы напомнили ту недавнюю аварию, буквально произошедшую неделю назад, в 191-м километре автодороги Москва-Рига, М-9 Балтия, когда девушка, студентка высшего учебного заведения города Москвы, двигаясь к месту постоянного проживания, город Псков не выбрала ту скорость движения в условиях дождя, дождя, как говорится, ну там изморость такая была, видимость была ограничена, о том, о чем мы сегодня говорим, пошла на обгон транспортного средства. Как мы разобрались, она не увидела достаточно, на достаточном расстоянии автомобиль ВАЗ-2105, который двигался навстречу, тоже без ближнего света фар, автомобиль двигался по предварительным данным, как бы на что тоже надо обращать внимание, потому что в таких условиях, о которых мы говорим, включение ближнего света фар будет распознаваться водителя гораздо лучше, чем, чтобы видел, и резко, это молодой водитель перестраивается в правую полосу, не учитывая вот эти условия, и машину заносит, и происходит жуткое дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель трех участников дорожного движения, и 2-2 еще пострадали. Ну вот мы всегда говорим, что дорожные правила, правила дорожного движения пишутся кровью на дорогах, может быть, эта авария еще заставит кого-то задуматься, как нужно не превышать скорость, быть внимательнее, включать необходимый свет фар, который необходима. Скользкая дорога, тормозной путь увеличивается, да? И что делать? Еще буквально несколько советов, вот пусть даже может быть молодым и опытным водителям. Водителям что посоветуется? Избегать аварий поможет своевременная смена шин в таких межсезоньях, как говорится. Госавтоинспекция напоминает, что необходимо менять шины, когда температура приближается к нулю градусов. Стоит напомнить, что использовать зимние шины является обязательным, и не стоит дожидаться именно установления минусовой температуры на улицах города. Чтобы не попасть в ДТП и не рисковать жизнью и здоровьем, правильно выбирайте маневры поведения на дороге в зависимости от подгодных условий, о которых мы говорим. Распознавайте потенциальную опасность заранее. Это вот пару основных советов, которые помогут сохранить жизнь и здоровье. А немаловажно сейчас, во время, когда светлеет поздно, темнеет рано, да, освещенность улиц. Как у нас обстоит на земле Верхнего уже, может быть, в областной столице с этим дела? Освещенность улиц, как правило, городских у нас, в принципе, как таковых нареканий не вызывает. Однако есть ряд улиц, где имеются проблемные места. Я вот назову такие проблемные места. Это улица Фрунзе от Паши Савельева до улицы Вагонников, где у нас полностью отсутствует освещение. Улица Георгия Димитрова, улица Коминтерна, которая вторая часть улицы Коминтерна от путепровода в створе Октябрьского проспекта до путепровода в створе Бурашевского проспекта, ну или в простонародные южные путепроводы, Бурашевский, где также отсутствует освещение. Улица Комсомольская у нас от Паши Савельевой до улицы Артюхиной, по которым все-таки необходимо принять дополнительные меры, чтобы обезопасить участников дорожного движения на них. Кто вообще принимает решение устанавливать или не устанавливать свет на улице, опоры уличного освещения? Вы пишите какие-то предписания необходимые. Это город? Да, администрации города, владельцам уличной дорожной сети принимается решение по повышению безопасности дорожного движения, в том числе по обустройству средств искусственного освещения. Нами в рамках полномочий принимаются меры, направленные на понуждение администрации к устройству, в том числе средств освещения. Поэтому надеемся, что в ближайшее время все вот эти вот точные места, где у нас имеются проблемы, все-таки будут приведены в норму, и участники дорожного движения на них могут почувствовать себя более безопасными. Буквально пару необходимых советов едет, допустим, молодой водитель из зоны освещения и попадает в кромешную темноту. Что делать? В кромешную темноту действительно надо сразу же снизить скоростной режим, соблюдать дистанцию, боковоры интервал, безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду, во время снегопада снижать скоростной режим, как я уже сказал, до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Особенно в темном участке двигаются пешеходы. Как правило, бывает, что они без световозвращающих элементов, и водителю надо в первую очередь иметь возможность безопасно остановиться, чтобы не произошло дорожно-транспортное происшествие. Водителям следует быть предельно внимательным при появлении пешеходов еще раз, которых, может быть, обзор ограничен. Они могут также идти в наушниках, в капюшоне. Да, как это часто бывает у нас, к сожалению. Да, особенно вот в непогоду. В капюшоне у нас часто ходят, когда они не могут своевременно увидеть опасность. Немаловажным является безопасное движение транспортных средств в данное время года по мостовым сооружениям автомобильных дорог. Когда температура переходит через ноль, в данных местах образуется гололед. Да, сколько таких, Игорь, аварий было, когда машины просто вскарабкиваются на этот путепровод, и аварии происходят именно вот там, на высоте? Да, таких аварий особенно в межсезонье. Поэтому следует соблюдать особую осторожность, не превышать скоростной режим и выполнять все требования знаков и разметки. Что хотелось бы обратиться к пешеходам. У нас тоже это немаловажно, и о чем мы сегодня затрагивались, это быть максимально бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться. Убедиться, что транспорта нет. А если есть, то водители видят вас и пропускают. А видят водители, это, уважаемые друзья, светоотражающий элемент, про которых мы тоже говорим, говорим уже который год. Ведь это же реально спасает жизнь. Действительно спасает жизнь, особенно в темных, как мы уже сказали, участках дорог и в ненаселенных пунктах, где у нас, как правило, освещение везде отсутствует. При отсутствии тротуаров, что к пешеходам хотелось бы еще обратиться, двигаться только навстречу движению транспорта. Отдавать предположение светлым тонам одежды. Если световозвращающих элементов, ну, как бы они отсутствуют, о том мы говорим, ну, хотя бы светлые тона, чтобы пешеход был более заметен. И помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, особенно в условиях гололеда, у нас будет значительно увеличен. Относительно гололеда, Игорь, сразу хотела спросить, что будет предпринято и как это предпринимается обработка дорог? Чем сейчас обрабатываются дороги, чтобы, как бы, в какое время суток это делается, как правило, да? И насколько это влияет на безопасность дорожного движения? Влияние это оказывает своевременная обработка покрытия проезжей части достаточно серьезная. При изменении погодных условий прогнозируем значение гидроминцентра понижения температуры с переходом на ноль, либо падением осадки в виде снега. Госавтоинспекции и в первую очередь информируется обслуживающая организация. Обработка дорог у нас производится все тем же методом. Песко-соляной смесью, как правило, основной метод. И химрастворами. Соляными растворами природными, ну, в зависимости от температуры. Если эта температура минимальная, там до минус 5 градусов, обрабатывается соляными растворами. Если это больше, то это песко-соляная смесь. Поэтому в таких условиях надо водителям, в том числе, быть особенно внимательными. Обработка у нас, как правило, начинается сейчас в минусовую температуру, которая у нас наблюдается в ночной период. Поэтому здесь вот хотелось бы обратиться еще раз внимание, что ежегодно при смене погоды госавтоинспекция наблюдает резкое увеличение числа мелких дорожно-транспортных происшествий, как говорится, железа в простонародье, в которых не страдают люди, но получают повреждения автомобиля. Такие аварии у нас, как правило, приходят к образованию транспортных заторов. А причинами ДТП все-таки является невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях. Игорь Памятин, тот самый страшный день дорожного коллапса, коллапса, вернее, который вообще постиг весь город, когда неожиданно выпал снег, это 2012 год, да, и снег может всегда выпасть неожиданно. Готова ли техника? Как всегда вопрос, который волнует многих горожан, не будет ли опять такого ужаса на дорогах Твери? Да, Ирин, при таком выпадении осадков сложно прогнозировать, что не будет у нас транспортных заторов и коллапсов, потому что сегодня имеющееся количество техники, конечно, в городе не совсем достаточно, и даже, наверное, при таких условиях, о которых вы сказали, оно вообще будет недостаточно. По нашим сведениям, имеющимся, вся вот эта имеющаяся техника в небольшом, конечно, количестве, недостаточном количестве, она находится в исправном состоянии. Ну, конечно, обидно, да, Игорь, всегда, что в преддверии зимы нам больше приходится уповать на волю природы и о том, что всё будет нормально, не будет никаких снежных коллапсов. Достаточно печально, конечно. А вывоз снега предусмотрено куда? Есть ли полигоны? Существуют ли они, чтобы не было навалов на городских улицах? Полигоны также, да, как ежегодно у нас существуют в городе, куда будет вывозиться снег? Ну, всё же, вы понимаете, зависит от количества снега. Вот если зимы у нас последние годы такие, более-менее лояльные, как говорится, ну, будем надеяться, что всё-таки от среднестатистических последних зим у нас и эта зима не будет отличаться. Ну, то есть техника тоже существует для вывоза снега и куда его вывозить, знают, да, и чиновники, и сами водители. Кстати, насколько сейчас налажено взаимодействие власти и ГИБДД? Вы же работаете в одной связке, да? От вашего взаимодействия зависит обстановка, удобство на дорогах, в том числе областной столицы. Да, и безопасность участников дорожного движения в первую очередь от нашего взаимодействия зависит. Сегодня с администрацией города налажены действительно хорошие взаимоотношения, тем более пришли туда сотрудники, которые не один год проработали в области безопасности дорожного движения, которые знают, обладают опытом знаний, в части приведения дорог в соответствии с нормами и тех проблемных точек, о которых мы говорили, и принятие решения по минимизации там либо транспортных задержек, а в первую очередь это дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут наши участники дорожного движения. Поэтому надеемся, что дальнейшими совместными усилиями мы все-таки сможем выполнить те показатели указов президента, которые поставлены перед нами. Учитывается ли мнение горожан, будь то областной центр, будь то жителей районов нашей большой Тверской области, по установке знаков, по установке уличного освещения, но всего того, о чем мы говорили, в конце концов сообщают ли люди, как мы призываем постоянно, о том, что за руль сел нетрезвый человек? Мнение горожан здесь, безусловно, учитывается. Про нетрезвых водителей я отдельно бы сказал, что и попросил бы всех радиослушателей, чтобы в трудную ситуацию на дорогу, при имеющемся подозрении, что участник дорожного движения управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо не имеющий права, либо какое-то неадекватное поведение, обращаться в подразделение госавтоинспекции, звонить по телефону 02, вы звоните, и вас подразделением госавтоинспекции соединят моментально. Еще, что касается, вот вы сказали, мнения горожан по дорожным знакам, по светофорам. Действительно, мы прислушиваемся к мнениям горожан, эти все предложения можно направить как в КИБДД, так и в администрацию города, для того, чтобы их проанализировали, все-таки и приняли решение. Оно может быть как бы не своевременно сегодня быть принято, это решение об установке того или иного знака. Со знаками, конечно, попроще, а вот с устройством светофорных объектов здесь уже будет посложнение. Но в приоритетном порядке все-таки это включить в план, разработанные планы для того, чтобы эта возможность была реализована, если она действительно будет целесообразной. Итак, еще раз напомним телефоны, куда можно обращаться и звонить жителям региона. Телефон общий у нас 02, соединяйтесь с подразделением ГИБДД и передаете информацию. Если это трассовая, вы на трассе Москва-Санкт-Петербург-М10-Россия, на платной или бесплатной трассе 580400, соответственно, год города 4822, круглосуточная дежурная группа, где примут ваш звонок. Ну и подводя итог нашей программы, еще раз буквально пару главных советов в преддверии холодов. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения, ведь от их выполнения напрямую будет зависеть их жизнь и здоровье. Спасибо огромное. Напоминаю, что вы слушали программу «Тема дня» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы работали на радио «Монте-Карло». В студии была Ирина Чекунова. В гостях у меня был Игорь Николаевич Новожилов, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Спасибо. Будьте здоровы.